Скрипты у меня работать не будут, у меня именно, да, у меня специфика бизнеса, очень серьезная специфика, сложный специфичный продукт. Все заблуждения и ограничения, о которых расскажу в этом видео, они все из практики, из разговоров с собственниками бизнеса, с ропами, руководителями отдела продаж. И если вы сейчас проработаете вместе со мной эти ограничения и заблуждения, вы гарантированно сэкономите кучу нервов, времени и денег. Давайте начнем. Всем привет, друзья! В этом небольшом видео из Чифалу, это Сицилия, на фоне замечательных пейзажей, это, кстати, вот Чифалу, находится за моей спиной, хочется поделиться с вами семью основными заблуждениями, которые очень часто встречаются при внедрении скриптов в продаж. Сейчас очень часто я сталкиваюсь, что мнение противоположное. С одной стороны, есть сторонники скриптов, которые говорят, скрипты нужны однозначно, и даже больше они, знаете, сторонники тотальной заскриптованности, то есть чтобы сотрудник не отходил в сторону, все дело по скрипту и так далее. С другой стороны, находятся те, кто считает, что скрипты это зло, что скрипты вообще не нужны, что процесс продажи должен быть естественным, что импровизация должна быть и так далее. Давайте разберемся объективно. Если мы будем работать без скриптов, если мы не будем упаковывать лучшие техники продаж, лучшие речевые модули именно для вашей компании, то как будут обучаться новички? Как будут они продавать? Будут ли они всегда использовать наиболее эффективную модель общения с клиентами? Или они будут, как говорится, от себя тяну какую-то нести, которая не только к сделкам не подведет, но и в целом может испортить репутацию о компании? С другой стороны, вот эти роботы-звонари, которые без чувств, без эмоций просто зачитывают один и тот же текст и, соответственно, вызывают только раздражение. Конечно, на мой взгляд и по моему отношению мы должны находиться где-то в середине. Нужны ли скрипты? Скрипты обязательно нужны, но это должен быть гибкий скрипт. У сотрудника он должен быть в голове в идеале, ну, после обучения, да, чтобы сотрудник мог гибко подстроиться под ситуацию клиента и подвести к нужному нам результату. Поэтому сформируйте грамотные отношения к скриптам. Они должны быть, но не нужно терроризировать сотрудников и заставлять их заучивать этот текст наизусть. Это не обязательно. Главное, чтобы они понимали, как работает скрипт и для чего тот или иной блок нужен. Об этом расскажу отдельно. Еще, так как я очень часто получаю запросы на разработку скриптов, я сталкиваюсь с тем, что руководители, собственники бизнеса, они думают, что скрипт решит все проблемы. Что вот нам нужен скрипт, чтобы отдел продаж заработал, чтобы были продажи, а то сейчас совсем что там подупало. Скрипт не решает всех проблем. Скрипт это один из инструментов, который должен быть в отделе продаж. Если вы хотите грамотно подойти к внедрению скриптов и получить максимальный результат, посмотрите на мотивацию в отделе продаж. Посмотрите на структуру отдела продаж. Посмотрите на промежуточные целевые KPI сотрудников. Посмотрите на модель продаж в целом, которую вы используете. Ведь скрипт, он как бы встраивается в вашу модель, но если модель продаж изначально выбрана неверно, то, соответственно, скрипт будет продавать не те целевые действия, будет доносить не те преимущества, так скажем, и он не будет работать. Поэтому скрипт это один из инструментов, один из винтиков в вашей машине продаж, так скажем, который обязательно должен быть, как мы обсудили ранее. Но это не единственное все, что вам нужно. Если вы хотите понять, что именно вам нужно для ваших продаж, посмотрите программу продажи на полную мощность. Это комплексный подход. За три месяца мы прокачиваем все точки, в том числе и скрипты продаж. Короткий вывод из этого пункта, когда пытаетесь заказать разработку скриптов, подходите комплексно к этой задаче и понимайте, что у вас есть другие инструменты, которые также, скорее всего, нуждаются в корректировке. И еще, друзья, вы знаете, в скриптах очень важна интонация, вы это понимаете, да? Поэтому недостаточно просто переслать текст сотруднику и сказать, читай, потом пробуй внедрить. Вы должны вместе с сотрудником потренироваться с интонацией. Вы знаете, здесь в Чифолу есть один замечательный итальянец. Он каждое утро под окнами воспроизводит свой скрипт, но воспроизводит его потрясающим оперным голосом. Посмотрите это видео, покажите вашим сотрудникам, как вот итальянца, например, здесь своим голосом воспроизводит скрипт, какая там интонация. Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, это не означает, что мы должны также клиенту напевать что-то в трубку или при встрече. Нет, но работать над своей интонацией обязательно нужно. Заблуждение номер 4. Дайте мне просто скрипт, я его сам внедрю. Что там его внедрять? Это же все так просто. Сейчас я его перешлю сотрудникам, пускай читают. Да? Вы знаете, по моему опыту часто бывает, что внедрение все руководителя заканчивается следующим. Он вызывает сотрудников к себе, он им объясняет, читает лекцию, так скажем, как надо, дает этот документ и внедрение заканчивается. А продаж все нет. Нет, так не пойдет. Внедрение — это комплекс мероприятий, это мини-тренинги, это не просто рассказать про скрипты, да, это специальные упражнения, когда сотрудники включаются и, так скажем, тренируют навыки продаж. Это отслеживание, это аудит звонков, это работа по чек-листам, это как минимум поддержка в течение месяца, чтобы сотрудники стали работать так, как заложено в скриптах. Вот это внедрение. Поэтому обратите внимание, если у вас нет ресурса вашего, вашего времени на внедрение, лучше привлечь либо специалистов, либо кого-то в компании назначить, кто будет ответственный за системное внедрение скриптов. Еще одно заблуждение очень часто встречается. Мне нужен один универсальный скрипт. Один. Какая разница, какие у меня там целевые клиенты, что у меня есть сегмент строительных компаний, рекламных компаний и так далее. Один скрипт универсальный для всех. Но, в принципе, можно это сделать. Это лучше, чем ничего вообще. Но имейте в виду, что конверсия в таком случае будет ниже. То есть вы будете недополучать какую-то часть прибыли, каких-то клиентов, потому что у вас скрипты не совсем эффективны. Хотите повысить конверсию, разработайте разные скрипты под разные задачи. Это, конечно, привлечение новых клиентов по сегментам. Это работа с существующими клиентами для разных продуктов, для разных кросс-продаж. Разные скрипты. Это не значит, что вы должны составлять 20 разных скриптов. Нет, скрипт может быть, так скажем, скелет один, но некоторые блоки мы меняем местами, как в курсе конструктор скриптов продаж 2.0. И вот эти как раз замененные блоки, они значительно повышают конверсии адаптированных скриптов. Еще одно заблуждение, которое бывает у собственников, что скрипты у меня работать не будут. У меня именно, да, у меня специфика бизнеса, очень серьезная специфика, и никакие скрипты там не работают. У меня сложный специфичный продукт. Друзья, ну такое очень часто бывает. Ну, уже с сотнями отделов продаж работал, и были реально очень сложные продукты и услуги. И вы знаете, скрипты, как стандарты общения, они работают. Ну, понятно, что мы там не детально супер прописываем все-все-все-все нюансы и моменты, но в целом, как схема разговора, такая идеальная линия скрипта, как я это называю, она работает. И поэтому, если вы сейчас думаете, что скрипты это не для вас, что у вас точно какая-то специфика, вы знаете, скорее всего, скрипты у вас работают, просто надо их грамотно и умно внедрить. И еще одно заблуждение. Для скриптов нужен специальный сервис. Ну, это все дорого, это долго и так далее. Вы знаете, я иногда вижу руководителей, которые сначала месяц мониторят разные сервисы, где там стоимость 300-500 рублей за сотрудника в месяц, да, они тратят свое время, чтобы промониторить все сервисы. Потом выбирают и пытаются туда загнать этот скрипт, заложить в виде каких-то сложных схем, а сотрудник в итоге несколько дней попользовался и сказал, это, вы знаете, не очень удобно, это не очень эффективно, он мне не нужен. Поэтому я здесь рекомендую особо не заморачиваться, избавиться от этого заблуждения, что это очень долго или дорого. Нормальные скрипты можно даже внедрить без специальных сервисов. В большинстве отделов B2B продаж, особенно я это подчеркиваю, можно обойтись стандартным документом. Ну, у меня он реализован часто в Google таблицах. Удобный такой конструктор скриптов, который позволяет сотрудникам быстро, наглядно ориентироваться и получать результат. Итак, друзья, давайте резюмируем основные заблуждения, от которых желательно избавиться после просмотра этого видео. Первое. Правильное отношение к скриптам. Безусловно, они должны быть, но не нужно делать из сотрудников роботов и заставлять жестко работать по сценарию. Второе. Скрипт не решит всех ваших проблем. Не думайте, да, работайте в комплексе над системой продаж, смотрите мои другие видео и можете также заказать бесплатный аудит. Посмотрим, какие точки роста есть у вас, и вы получите уже сразу двухстраничный план, который позволит вам прокачать ваши продажи. Третье. Скрипты готовы, сейчас перешлю сотрудникам. Нет, это не работает. Нужна отработка, нужна тренировка и так далее. Далее. Я сам внедрю, дайте мне только скрипт. Тоже часто не работает, это заблуждение. Часто у руководителя просто нет времени. Может быть, желание есть, но нет времени системно над этим работать. Поэтому лучше сразу подумать, как вы будете скрипт внедрять и кто будет у вас ответственный за эту процедуру. Следующая ошибка. Нужен один универсальный скрипт. Старайтесь адаптировать ваш скрипт под разные целевые группы. Скрипты работать не будут у нас специфика. С этим мы разобрались. И для скриптов нужен специальный сервис. Не всегда это обязательно. Иногда достаточно более простых и не менее эффективных решений. Разобрались? Надеюсь, да. Ваши вопросы задавайте внизу. Если видео полезно, хотите получать новые видео одним из первых, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк. И увидимся с вами в следующих видео. Продавайте красиво и легко, прокачивайте ваши скрипты.